Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Болдырев Олег, я психиатр-нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук. И еще я человек, который выздоравливает от наркозависимого около 12 лет. Знаете, мне часто задают вопросы родственники в социальных сетях, по телефону, пишут письма, что делать, когда зависимый употребляет наркотики, как заставить его лечиться. Потому что вопрос в том, что ни один наркоман, а, не признает себя наркоманом, б, он не хочет лечиться. Он не хочет лечиться до тех пор, пока вы помогаете ему употреблять наркотики. Я сейчас буду говорить для вас такие непонятные и, может быть, неприятные вещи, но решение проблемы начинается с осознания ее. Наверное, вы замечали, если у вашей семьи уже какое-то время живет наркоман, вы замечали, что вы часто боитесь и идете у него на поводу. То есть он берет кредит, а вы потом платите за этот кредит. Непонятно почему. Потому что вы боитесь, что его будущее потом будет, или что у вас заберут квартиру. Или, или, или. Вы просто боитесь и платите за него деньги. Тем самым, как бы, стимулируя, или поощряя дальнейшее его употребление наркотиков. У него ломки, вы вызываете врача, или кладете его в очередной раз в больницу. Его поймала милиция с наркотиками. Вы идете, его выкупаете. Вроде бы, вы хотите сделать добро вашему человеку, близкому. Но, по большому счету, вы оказываете медвежью услугу. И, таким образом, ну, как бы, спонсируете его употребление наркотики своими собственными деньгами. В первую очередь, для того, чтобы человек захотел лечиться, и для того, чтобы он захотел менять свою жизнь, вам необходимо прекратить потакать его наркоманией. Прекратить полностью решать его проблемы, которые он сваливает на вас. Полностью отдать последствия за его употребление наркотиков ему самому в его собственные руки. Что это значит? Это значит, что, если он попал в милицию, вы должны ему сказать, я тебе помогу только в том случае, если ты будешь лечиться, если ты будешь проходить курс лечения и реабилитации. Если он взял кредит в банке и растратил его на наркотики, то вам ни в коем случае не нужно его выплачивать. Вам ни в коем случае не нужно давать ему деньги на то, чтобы он шел и покупал себе яд, которым он сам себя убивает и забирает в вашей семье все надежды на счастливую жизнь. Ну вот по поводу того, как же все-таки заставить его лечиться. Вы знаете, сейчас такие наркотики на улице, когда люди абсолютно сходят с ума и последствия нарастают. Не год, не два, не десять от наркотиков. Происходит очень быстро. Люди сходят с ума за месяц, за два, за год. Мы можем потерять человека. Знаете, вот часто в интернете можно видеть рекламу принудительное лечение наркомании или специально обученные специалисты помогут вам и заставят его лечиться. Мы делаем это с гарантией. Я вам скажу так. Когда идет речь о жизни и смерти, я думаю, что здесь не нужно мелочиться с инструментами. Вам в первую очередь нужно оградить человека от употребления наркотиков. Как это сделать? Номер один. Вот сейчас соли, спайсы. Вы знаете, нет инструментов у государства нашего, чтобы помочь семьям. Нет у нашего государства, к сожалению, инструментов, чтобы помочь самим наркозависимым с тем, что сейчас происходит. Значит, некоторые организации оказывают услуги, когда звонят родители, и они прямо с улицы берут и, по сути, насильно забирают человека и увозят его в лечебное учреждение. Это относительно противозаконно. То есть лишать человека без его согласия свободы нельзя. С другой стороны, если человек сумасшедший под воздействием солей или спайсов, то что делать, чтобы спасти его жизнь? Классический метод вообще – это интервенция. Интервенция, когда собирается вся семья и ставит наркозависимые условия. Ты едешь лечиться, либо же ты живешь как хочешь, но без нас. Мы не позволим тебе здесь больше употреблять наркотики, воровать, устраивать скандалы и так далее. То есть не наркоман диктует, что он будет делать, хочет он делать или не хочет делать, а семья диктует условия, что теперь будет так. Он проходит курс лечения, курс реабилитации, он потом начинает жить как полноправный член семьи, выполняя свои обязанности. Поэтому я вам скажу так. Если у вашей семьи беда, если у вашей семьи происходит трагедия, вам надо действовать. Сегодня существует куча бесплатных способов помощи. Это и группы анонимных наркоманов. Это в некоторых регионах есть бесплатные реабилитационные центры и лечебные. Если человека даже поставят на учет, ну и что? Вы спасете ему жизнь, если у вас нет возможности оплачивать лечение и реабилитацию. Если у вас есть средства, а сегодня я могу сказать, что любая среднестатистическая семья может обратиться за помощь в банк и взять там сумму, достаточную для лечения и реабилитации. Любая. Поэтому, знаете, под лежачий камень вода не течет. Дорогу осилит идущий. Вы столкнулись с серьезной проблемой. Она решаема. Но она не решаема простыми способами. Поэтому вам нужно собрать достоверную информацию. Вам нужно пообщаться с 10, 20, 30, 100 реабилитационными центрами и организациями. Услышать, кто отвечает по телефону, как отвечают по телефону. Задать вопросы, какие специалисты у вас там работают. Кто у вас там работает. Просто наркоманы, которые научились жить трезво. И они остаются трезвые год-два, сами прошли реабилитацию, помогают другим. Это одно. Это один уровень сервиса, один уровень подхода к реабилитации. Процент в таких центрах значительно снижается. Процент успеха. Если же в центрах работают, вам надо спросить, а кто у вас есть. Просто психиатры и наркологи. Это тоже не комплексное лечение. То есть ломку снимут, лекарства дадут. Но жить заново человека не научат там. Врачи не могут это сделать. В идеале вам нужно поставить условия. И к тому времени, как вы ставите условия наркозависимым, найти учреждения, где будут работать и психиатры, и наркологи, и психологи профессиональные. И люди, которые уже имеют опыт трезвости, сами прошли путь выздоровления и продолжают жить по этому пути. Они будут наглядными примерами для ваших детей. Поэтому ни в коем случае не складывайте оружие, но и не верьте в какие-то обещания, гарантии, стопроцентные. Мы вас вылечим, подошьем капсулу, закодируем. Потому что если бы было все так просто, то у нас бы в стране не умирали сотни тысяч ребят ежегодно от наркотиков. Любой вопрос вы можете задать нам по телефону горячей линии. Он у вас на экране, вы его видите. Также вы можете оставить заявку, и специалисты в ближайшее время ответят на любой вопрос, который у вас есть. С вами был Болдарев Олег. Всего доброго. Желаю вам успехов.